сейчас нахожусь у пациента сделал ему узи предстательной железы я больше чем уверен что я являюсь и вместе со мной и мой пациент лидерами в том плане что это самая большая предстательная железа которую я вообще видел ну и соответственно у пациента другой железы больше нет ее объем составляет 667 и 8 кубических сантиметров то есть это почти 700 кубических сантиметров 700 миллилитров по-другому это гигантская предстательная железа которая по размерам даже намного превышает сам объем потенциально мочевого пузыря поэтому когда делал узи совершенно оттесняет мочевой пузырь и он практически не визуализируется в определенных срезах размер предстательной железы в данном случае складывается из внутри пузырной части и основной части основная часть это 548 и 8 и то что инвагинирует мочевой пузырь то есть с внутри пузырным ростом 119 сантиметров кубических все это вместе объем просто необычайно огромный поэтому если у вас коллеги есть наблюдение с такими же железами по объему и есть доказательства этому вы можете мне в личные сообщения отправить и показать но я уверен что никто из вас этого не сделает потому что таких случаев я не припомню даже где-то в литературе в такой доступной ну может быть где-то читал но тем не менее это очень большая предстательная железа за счет одному предстательной железы также там есть конечно неоднородность и изоихогенность и даже гипоихогенность такие гипоихогенные очаги узлы которые подозрительны на онкологию предстательной железы но пациенту 91 год поэтому для него это в принципе уже не принципиально то есть уровень создавать делать биопсии это уже сейчас перспектив в будущем не имеет также мучевом пузыре присутствует трехсантиметровый камень пациент уже девять лет на уритральном катетере я его веду раз в две недели меня и ни разу не было острого уритрита почему у него нет цистостома спросите вы 9 лет назад когда я в первый раз этим пациентом столкнулся у него была задержка мочи и до пяти литров остаточной мочи до пяти литров и тогда я поставил как раз таки ему уритральный катетер но он был настолько соматически отягощенный по сердцу и так далее что мы пока там какое-то время решили с родственниками на то время вести его на уритральном катетере их это устраивало раз в две недели мы меняли дедушка поправлялся становилось ему лучше потом уже девушка сам не хотел на цистостому вот кстати прошу заметить уритральный катетер меняется абсолютно и максимально асептично то есть все что можно и обрабатывается мирамистином и это и коттеджель используется то есть воспалительный процесс не возникает острый на протяжении девяти лет посчитайте сколько было замен уритральных катетеров вот и вот и сегодня у него дома сделаем сегодня узи чтобы проконтролировать почки мочевой пузырь еще есть одна особенность несмотря на такой огромный объем представители железы для кпж у него нету вовлеченности нижних отделов мочеточника то есть у него нету расширение полосной системы почек это тоже такой удивительный момент то есть опасность это обходит стороной и пусть и мочеточников у него не поддавлены почки абсолютно нормальные только лишь они уменьшены по возрасту вот так вот такой интересный случай кстати хочу для уточнения такую заметку сделать некоторые говорят гиперплазии предстательной железы что якобы нельзя говорить доброкачественной гиперплазии предстательной железы тогда когда там может быть еще и рак это абсолютно неправильно так рассуждать почему потому что в одном и том же органе то есть предстательной железе может быть как доброкачественной гиперплазии присутствовать также другом отделе другой зоне предстательной железы быть еще и рак предстательной железы то есть одно не отменяет другое то есть дгпж то есть доброкачественной гиперплазии предстательной железы я там вижу однозначно я там также вижу конечно очень подозрительные участки на рак предстательной железы но утверждать этого не могу без биопсии а вот дгпж без биопсии мы можем утверждать вот такое дополнение